Спасибо, что под завязку забили в зал Москва гостиного двора. Перед тем, как мы начнём, немножко организационной информации. Несколько. Тогда встречайте народный артист России Николай Пасков. Добрый день всем. Здравствуйте. Здравствуйте, Николай. Я пока ещё не успел посчитать, но более полутора тысяч человек. Вам, конечно, не привыкать, но как вам вообще? Я в восторге. Во-первых, я в восторге от форума и вообще то, что происходит в гостином дворе. И сегодня спасибо Дождю, потому что он сделал своё дело. И люди не знали, куда бежать, побежали в гостинный двор и открыли для себя сегодня то, что здесь происходит просто невероятное совершенство будущего, которое уже сегодня есть здесь. И то, что работает этот форум здесь, и мы общаемся. А самое главное, люди могут насладиться и посмотреть, как вы-то говорит о том, что в Москве важен именно каждый человек. Вокруг крутится всё только ради него. Это прекрасно, что о нас стали думать. Спасибо. Давайте, друзья, я парочку вопросов задам, и затем уже, может быть, перейти к вашим вопросам. Напомню, у нас есть две стойки для микрофонов. Можно уже подходить, занимать очередь. Наверняка понадобится её занять. А пока, уж коли вы сказали про форум. Николай, вообще как часто удается, получается, выступать на таких открытых городских площадках? Ну, очень часто. Я артист востребованный. Спасибо, что напомнили. Да, и для меня... Вы знаете, у меня была одна ситуация. Расскажу, что вы сказали по поводу площадок. Я однажды сидел и думал, да что ж такое, может быть, я как-то размениваюсь, потому что я такой талантливый. Я и ведущий, я и классический певец отчасти, я и эстрадный певец, я снимаюсь в кино, в сериалах, плюс я веду большие проекты разные. Я думаю, может быть, я в своей жизни, ну, как-то себя размазываю немножко, не концентрируюсь на чём-то одном, вот куда надо вложить всю свою силу и энергию. И я поехал на Корфу, это есть место, куда ездит огромное количество паломников, к святителю Спиридону, к святому Спиридону, где находится его рак, а это очень сильный святой, потому что он лежит там, и у него температура тела 36,6, и там происходят всегда чудеса, и у него растут ногти, действительно. То есть учёные никак не могут ответить на этот феномент. И я, там мне сказали, что я могу пойти к самому старейшему священнику, он грек, он вас не знает, вы можете ему задать один вопрос, чтобы в этой жизни заниматься. Он так взял мою руку, а он слеповатый, он как бы почти не видит, он взял мою руку и сказал мне, брат мой, Бог тебе сказал, неси людям радость, не важно, что ты делаешь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вик, по-своему-таки слышал вашу песню? Кто? Тот, к кому выходили, который слеповатый? Нет, я совершенно не слышал. Ну, действительно, ведь многие не знают, но самым своим как бы определенным достижением в творчестве я считаю тот альбом, который я выпустил где-то 4 года назад, это был альбом современной духовной музыки. Этот концерт состоялся в Кремлевском дворце и были записаны специально 17 произведений симфоническим оркестром, где я выразил все свое отношение к тем, что в этом кино, в том, что там реально в этом сериале, как бы, насколько бы верующими мы не были, у нас есть такие градации, как неверие, сомнения, внутренние страхи. Это все стопорит в нашей жизни, наше развитие и наши какие-то цели и о том, о чем мы мечтаем. Даже в то время, когда совершаются перед вами какие-то вещи, ученые требуют доказать, люди говорят, а покажи еще, чтобы это было так. То есть нам не хватает внутреннего, вот этого внутреннего духовного состояния, в котором мы были бы абсолютно счастливы. Хотя счастливый человек, это тот человек, который, находясь на том месте, которое он сам выбрал по жизни, он себя чувствует благодарным и счастливым. А когда мы все время недовольны, то нам говорят, о, ты недоволен этим в своей жизни, этой ситуацией, окей, мы тебе покажем, как будет еще хуже. А когда ты говоришь, господи, спасибо огромное тебе и тем людям, которые тебя окружают, за то, что у меня вот сейчас есть, за то, что я могу петь, танцевать, идти на работу, просыпаться, думать о каких-то своих планах, и говоришь, ой, я так счастлив, что вот то, что у меня есть, меня совершенно устраивает, мне комфортно. Те говорят, да нет, это еще не комфорт, это еще не классно, все впереди. И у человека начинается развитие. А ведь развитие в чем? Развитие в людях. Мы сами являемся мостами, связующими и в дружбе, и в карьере, и просто взаимопомощью друг к другу. Человек не может без человека, но человек и не может без внутренней веры и силы. Вот я все в своей жизни, осознав и пройдя огромный, я бы сказал, путь, который не выслан лепестками, рос отчасти, так как за кадром остаются огромные истории, связанные с предательством, с потрясением, с разочарованием. Пройдя через это все, я все равно обрел полную духовную составляющую благодарности за каждый день, который происходит. Потому что я два раза оказывался и на операционном столе, я был и в критической ситуации. И в тот момент, когда нам плохо, мы почему-то сразу становимся совершенно другими людьми. А когда у нас все вдруг хорошо, мы забываем вообще быть благодарными за то, что у нас есть. Поэтому просто я вас благодарю за то, что вы сегодня пришли и то, что мы сегодня сможем пообщаться и поговорить. Я редко даю интервью и редко хожу, вообще, как меня многие уговаривали, дать интервью на разных платформах, поговорить по душам. Но тут очень для меня есть такая определенная грань. Либо говорить всю правду, либо надо юлить и что-то придумывать. Поэтому я подумал, что вот я доживу, дай бог, до каких-то определенных лет, когда вздохну и смогу рассказать все. А сейчас я просто соблюдаю какой-то определенный для себя компромисс в этом отношении, чтобы ходить и все время болтать и рассуждать о чем-то.